Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Бизнес-класс теперь в эфире Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и тема сегодняшнего эфира интересна с точки зрения близости новогодних каникул. Актуально, интересно. Значит, назвали мы так наш эфир. Рынок билетных операторов России. Ну и небольшая деталь. Есть ли выгода в том, чтобы продавать билеты по номиналу? Ну, это всего лишь деталь. Говорим о рынке прежде всего. Представляю гостя. Михаил Минин, основатель и руководитель проекта по номиналу.ру. Сегодня в бизнес-классе. Добрый день, Михаил. Добрый день. Уважаемый слушатель, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6. Код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Все это вы можете использовать. Этим вы можете воспользоваться, да, для того, чтобы присоединиться к нашей беседе, позвонив или написав, задав вопрос Михаилу. Ну, вот, я думаю, что тоже это интересно. Преддверие тех же самых, да, новогодних каникул, близости их. Так, ну все, давайте начнем. Все, вроде бы я приготовил, стол накрыл. Миш, ну, изначально вопрос такой традиционный, что ли, да, начиная эфир с новым гостем, тем более в этой студии. Я прошу, ну, в двух словах рассказать, как вы в этот бизнес-то пришли. Ну, я продавал рекламу на одном из сайтов про спорт. Продал рекламу будущим своим партнерам. И так, спустя какое-то время мы запустили по номиналу, и сейчас проект уже там два с половиной года. Ну, то есть это случай, да? Свел вас с инвестором сначала, да, партнером. Ну, это вряд ли можно назвать инвестором, это бизнес-ангелы, назовем это так. Мы о стартапе говорим таком, да, классическом? На тот момент, да, и сейчас вот этой весной мы получили инвестиции. Угу, здорово. Ну, то есть случай, это случай всего. Это скорее случай, но основатели достаточно, ну, мои партнеры достаточно давно на рынке билетном. А идея почему именно билетная? Ну, с точки зрения на тот момент спортивный, это огромный рынок. И рекламный, и трафик. Два с половиной года, я напомню, да? Два с половиной года назад вы оценивали рынок, и он был огромным. Ну, для... Я говорю о той ситуации, когда мы познакомились на спортивном рынке. Ага. Вот, это достаточно большая и в Рунете доля трафика, и большие цифры, и рекламные в том числе. И исторически сложилось так, что мы пошли на рынок спортивный, сделали некоторые проекты там для футбольного клуба ЦСКА касательно билетов. Вот, и далее просто посмотрели... Так мы попали в билеты спортивные. И от них мы посмотрели, что есть огромный рынок концертный, театральный, и пошли в него. И сейчас мы уже даже на спорте вообще не специализируемся, специализируемся скорее на концертах. Серьезно? Да. Кстати, очень интересный тоже момент, ведь мы говорим о... Ну, я не знаю, у меня может такая ассоциация, вот, очень субъективная. Если я слышу билет, это обязательно билет, ну, куда-то на самолет. Да. Это очень... Да, это... Если посмотреть конференции в Рунете, любые там российские интернет-форумы, там никогда нету секции про билеты на концерты, но всегда есть секции про авиабилеты. Да, да, да. Хотя рынок билетов на концерты по России это порядка трех миллиардов долларов. Ну, то есть он гораздо крупнее, да? Нет, он не крупнее, он сопоставим. Сопоставим. Вот так. Но он гораздо более... Если в авиабилетах есть там три условно больших агрегатора, я имею в виду не продавцов, а баз билетов, то на билетном рынке концертном, театральном такого нету. Но зато очень много игроков. Так. Ну, вот это интересно. Это интересно уже с точки зрения технологий, да? Потому что в интернете же все это дело происходит. И сейчас, если говорить, по крайней мере, да, о том, что мы обсуждали в этой студии, вот это вот стремление заагрегировать, да, и укрепнить тем более эти агрегаторы, они сейчас в качестве тенденции все-таки, да, такой предположительной. Да, я думаю, рынок билетный будет консолидироваться. Я думаю, мы в этой консолидации активно поучаствуем. Вот, дай бог, конечно. И тогда, смотрите, рынок авиабилетов, да, вы говорите, три крупных агрегатора, ну, в общем, там порядок навели уже более-менее, да? А в вашем случае, да, это все еще пока актуально, что называется, да, в пути, потому что много всяких, много игроков и, соответственно, практически нет, да, вот этой единой агрегированной структуры. То есть, как он будет через некоторое время развиваться? На агрегированной структуры, конкретно там, где вертятся билеты, такого нету. То есть, в ситуации, что на одном сайте разных брендов билетных можно купить одинаковые билеты, как это в авиа, этого сейчас нету. Но при этом, что говоря про технологии и структурирование рынка, из этих трех миллиардов порядка четверть — это рынок площадок. То есть, продаются билеты не в интернете, а вообще полностью минуя интернет, человек приходит в кассу. А еще четверть — это… Физически приходит, я правильно понимаю? Без предзаказа. Еще четверть — это рынок, условно, перепродажи билетов. То есть, эти рынки активно сужаются, и в том числе за счет них происходит укропнение там игроков. На следующий раунд, следующая история — это, наверное, агрегация, либо консолидация, в зависимости от того, что будет на рынке происходить. Ну и вы как активный игрок этого рынка, вы там какую-то для себя перспективу какую-то рисуете? Потому что надо же, да, оказаться в нужном месте, в нужное время, занять правильную позицию, чтобы не быть съеденным или так просто выброшенным за бор, что называется. Мы заняли такую позицию, что мы открыты, у нас есть технологическое ядро, к которому любые игроки могут подключаться и видеть все наши билеты и продавать их из нашей базы. Другое дело, что если в авиарынке есть авиакомпании, которые, по большому счету, не сильно зависят от агентов, и это, собственно, транслируется в том, что проценты от авиакомпании сейчас очень сильно маленькие. Ну, они понизили в начале года проценты для своих агентов. Собственно, на нашем рынке есть и финансирование концертов и так далее. Здесь не все зависит от бизнес-истории. Есть очень много личных отношений, и поэтому агрегация, консолидация, она будет происходить, ну, она пока что непрогнозируема, назовем это так. Но мы видим, что нужно делать, и я повторюсь, игроки, которые, допустим, какие-то стартаперы хотят сделать какой-то проект, они могут подключиться к нашей базе, не тратить деньги на привлечение инвентаря, на переговоры ни с кем, просто построить свою афишу, свой дизайн и запустить продажу, начать зарабатывать. И тратят только на маркетинг. Велком, хоть сейчас подключаются. Велком. Ну, сразу же вопрос, ну, мне кажется, такой очевидный. Они в данной ситуации не будут вашими конкурентами? То есть, получается, вы приглашаете, да, будущих конкурентов своих? Мы их приглашаем не конкурировать на рынке за мероприятия и за билеты. Мы приглашаем их пользоваться нашим инвентарем, продавать наш инвентарь и конкурировать скорее за клиент. Но для нас это меньше зол, чем если бы мы с этими людьми демпинговали по процентам от организаторов, допустим. А, кстати, принято это демпинговать по процентам от организаторов? Безусловно. Собственно, новые игроки на этот рынок так и выходят. Зачем организатору, который сам делает рекламу, давать там какую-то большую комиссию, если он может дать там маленькую, если он все равно сам рекламу делает, условно, в своем мероприятии? Ну, то есть, я так понимаю, на демпинге, получается, много ты не заработаешь? На демпинге заработать очень сложно. Сложно, да. И это скорее не так дальновидно, назовем это так. И игрок, который демпингует в консолидации, в той же ему будет участвовать достаточно сложно. Ну, то есть, если, ну, говорим об адекватных, да, участниках рынка, если он действительно вот таким образом, да, появляется на рынке, пытается таким образом заработать, то очевидно, что он какой-то, ну, как принято говорить, спекулянт, временщик, наверное, да? Он надолго не загадывает. Ну, скорее, временщик. Он надолго не загадывает просто. Скорее, да. А вообще усложняют жизнь подобные? Мы их подключаем как раз к нашей базе. Собственно, пусть работают, пусть продают. Я понял. Хорошо, хорошо. Так, ну, давайте еще раз вернемся к тому, что, собственно, тот бизнес, который мы сегодня обсуждаем, рынок билетных операторов, да, связан не только с тем, что на слуху, да, когда мы слышим слово билет, это, соответственно, операторы перевозки, да, какие-то, а это и спортивные билеты, и... Концертный, театральный, ёлочный. Концертный, театральный, да, что в конечном итоге стало основным, да, сейчас способом заработать. И, кстати, ёлочные билеты сейчас, да... Это одни из самых маржинальных билетов в году, собственно. Раньше, пару лет назад, билетное агентство, особенно на рынке перепродажи билетов, просто зимой ничего не делали, кроме как ёлки. Серьезно? Да. То есть горячая пора и у вас тоже начинается сейчас? А в чем, кстати, вот смысл этой высокой маржинальности? Именно потому, что это раз в год бывает, да? Надо успеть всё это быстро, что называется, реализовать? Ну, здесь не совсем в этом дело. Дело в том, что люди, если на концерт берут два билета, то на ёлке они берут там четыре билета и на несколько ёлок сразу. То есть если чек по году там условно чуть больше ста долларов, то на ёлке человек может там двести-триста долларов. Выбор ёлок огромный. Это тоже как бы плюс, то что у человека реально глаза разбегаются, если он хотел изначально две ёлки, то потом он увидит и возьмёт три ёлки. Ну да, потому что их огромное количество, да, и хотелось бы на лучших побывать. Я понял. Спасибо, Михаил. Прервёмся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Михаил Минин, основатель и руководитель проекта по номиналу.ру, обсуждаемый рынок билетных операторов России. Я напомню, 6510-99,6, код Москвы-495, это телефон прямого эфира, сайт компании финам.ру. Вы, уважаемые слушатели, можете позвонить и написать нам прямой эфир, задать свой вопрос Михаилу, он, собственно, на него, я уверен, ответит. Ну, давайте непосредственно к нюансам бизнеса, что называется, всё-таки, хотелось бы поподробнее понять, как всё это дело работает, Миша. Работает оно так, на рынке есть, я сейчас говорю, если про 3 миллиарда говорил, про российский рынок, то сейчас я скажу скорее про московский. Это существенно меньше 3 миллиардов уже? Московский? Да. Полтора. Полтора. Это Москва, а полтора, вся остальная Россия. Ну, я очень округлил, скажем так, скорее там 2700 условий, то есть Россия чуть меньше реально Москва. Но тенденция в том, что растёт и туры там зарубежных артистов идут там и в Самару. Да, в Питере и в Москве, да, уже там… Самара, Нижний, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар очень сильно, то есть артисты едут по всей России уже. Что говоря про рынок, как он работает. Значит, на московском рынке есть, у нас сейчас порядка 1000 договоров, я думаю, что реально на московском рынке 1100-1200 максимум организаторов, из них там, естественно, какая-то часть активная, какая-то нет. По площадкам порядка 300 площадок, соответственно, мы договариваемся либо с площадкой, либо с организатором, получаем от них билеты на какие-либо мероприятия, заводим, выставляем на сайт. Сразу из этой же базы наши партнёры видят все эти билеты и могут продавать. То есть сейчас там порядка 50 касс по Москве, которые партнёрские плюс связной мы запустили. То есть в салонах связного сейчас можно из нашей базы покупать билеты. Далее, собственно, есть интернет, начинается маркетинг с нашей стороны, со стороны организатора. Со стороны организатора есть ещё офлайн. Клиенты идут, выбирают своего билетника, там покупают. На стадии выбора, на стадии покупки у клиента есть выбор. У нас, к примеру, это касса. Это касса без наценки, собственно, в чем мы аргументируем своё название. Это кассы другие, это доставка и это электронный билет. Собственно, электронный билет сейчас это определённый тренд и технологический, и сам по себе для рынка. И всё это, слово наценка меня очень заинтересовало, и всё это без дополнительных каких-то расходов для клиента. Центральная касса, это в Москве 6 штук из 50 плюс связного, это без наценки клиент может купить. Электронный билет, это с минимальной цифрой компенсирующий эквайринг. Доставка, точнее, другие кассы, это есть наценка 10% в связь на сбор, и есть ещё доставка. Собственно, весь рынок так работает. У нас есть уникальное, собственно, предложение по возможности купить без наценки по номиналу. Ну и исторически название по номиналу, оно было в противовес ценам спекулятивным. То есть спекулятивные цены, это совсем не по номиналу, а цены, даже если это плюс 10%, это сервисный сбор, подбор, это всё равно по номиналу условно. То есть если спекулятивная цена, она наценка там 100-150%, то здесь... Ну то есть да, здесь мы говорим о номинале с той точки зрения, что если есть некие объективные расходы, вот они все, это есть номинал, да. А всё, что остальное, уже жадность спекулянта, да, потому что действительно, ну, всё там далеко ходить. У нас офис головной компании, что у нас рядом с театром Ленком. Вот я периодически, да, эту толпу вижу, периодически прохожу, проезжаю и прекрасно знаю, как там может... Эта цифра серьёзно отличается от номинала, серьёзно, в разы. Давайте, Миша, у нас есть звонок, пообщаемся со слушателем. Александр, добрый день, я приветствую вас, вы в эфире говорите. Здравствуйте, Александр, Олег, Михаил Олег, меня зовут Александр, да. Я бы хотел узнать поподробнее о способах маркетинга, всё-таки, что непосредственно в интернет используешь, в чём больше перевес в рекламе, там, или это поисковая оптимизация, или там баннеры, ну, вот как бы, как обычно, и там вот этот материнский сайт, и партнёры, как они рекламируют. Понятен вопрос, спасибо, Александр, спасибо. С точки зрения маркетинга есть огромное количество возможностей, если можно отделить там офлайн, в офлайне мы выпускаем там отдельно различные брошюры, флайера и так далее, которые там раздаются на выходах с больших мероприятий. В онлайне есть поисковый трафик, есть трафик с различных рекламных сетей, которые можно разбить там на контекстные условно, на CPA, то есть плата за действие какое-то, ну, и там прочий трафик. Есть отдельно партнёрский трафик, когда наши ссылки там стоят, например, ну, на сайтах различных изданий о досуге, об афише, когда они приводят нам клиента, они зарабатывают. То есть для нас это нету костов на какой-то странный трафик, мы платим cost per order. Соответственно, есть ещё email маркетинг, достаточно, это, наверное, одна из самых больших конверсий. Плюс есть люди, которые постоянно к нам, мы работаем, мы работаем активно в социальных сетях, и достаточно большая доля нашего трафика, это люди, которые вбивают по номиналу, то есть наше название в Яндексе «Помни о нас». Они запоминают там из ВКонтакте, из Фейсбука о том, что мы какие-то конкурсы проводили, что мы... — Но вы в сетях активничаете? — Да. — Или просто у вас там есть там ссылка какая-то висит? — Нет, мы очень активные, то есть если, ну, из билетных агентств у нас не просто самая крупная, у нас практически единственное живое сообщество. — Ну вот я по поводу жизни, потому что я, ну, видимо, у ваших коллег, да, они хотят говорить про конкуренцию. — Пару раз обращал внимание, у них есть тоже действительно и странички там, но все это такое полуживое, если сказать вообще не живое. — ВКонтакте все очень живое, у нас 17 тысяч подписчиков там, мы не покупали ботов, это все люди, которые накапливались, мы там проводим различные розыгрыши билетов. Здесь важно понимать, что человек, ну, мы информируем этим розыгрышем, а человек, который не выиграл, он пошел и купил. Соответственно, мы зарабатываем на этих 17 тысячах людях, тоже очень хорошо, это наши постоянные клиенты, которые 3-4 раза в год куда-то сходят. — А, кстати, именно сеть под названием ВКонтакте, да, была? Они же там сейчас употреблены, это потому, что там молодежь в основном, да, они? — Ну, мы исторически шли с концертов, а в концертах тоже есть сегментация определенная, есть молодежные мероприятия, есть эстрадные мероприятия, и да, мы шли с молодежных мероприятий. То есть сейчас мы начинаем смотреть в сторону активно, в сторону более взрослой аудитории, и работаем активно с Фейсбуком, с тем же, вот, более того, и музейные мероприятия, тоже отдельно ВКонтакте, оно, ну, по большому счету, 80% музейных возможностей Москвы ВКонтакте неинтересно. Вот, мы идем в Фейсбук. — Ну, если не говорить только о ночах музейных, да, в последнее вот время это модно стало. Молодежи там много, молодежи много. Все остальное так как-то. — Ну, есть интересные для молодежи музеи, там, к примеру, в музее Булгакова пользуются огромным спросом, в том числе и у молодежи. — Ну, музей Булгакова — это квартира? — И квартира, и сам музей. — Да, и сам музей. — По поводу e-mail, да, вот этот подход, или что он самый результативный, да? — Да. — Как он выглядит, если может попадать? — У нас весь сайт прошит тегами, то есть у каждого артиста мы понимаем, в каком он стиле работает, то есть не просто рок, а мы понимаем конкретно там поп-рок, либо альтернативный рок. Соответственно, человек, если купил билет когда-либо на артиста с тегом «альтернативный рок», то впредь ему раз в неделю будет приходить сообщение о том, что же за неделю появилось в альтернативном роке нового. Конверсия там одна из самых больших. И причем конверсия не только в приход, не только в продаже, но и в открытие писем. То есть там порядка 80% подписчиков открывают письма. Это невероятная цифра, по большому счету. — Не сразу в спам, да, выбрасывают, а еще все-таки откроют почитать. — Ну вот, мы работаем. Мы, собственно, чем мы сильны и почему мы смогли вырасти и ворваться в топ-3 рынка, то что мы активно используем все возможности маркетинга, активно считаем, просчитываем, не вбухиваем там бездумно какую-то наружку либо еще что-то, мы просчитываем каждый канал. — Ну ты хочешь сказать, что вот коллеги по Троице, да, по вашей, по Топовой, они делают именно так? — Ну, а конкурентах как бы... — Или хорошо, или ничего, да? — Да. — Я понял, я понял. Хорошо. Я, знаешь, рассказывал по поводу жанровой классификации, да, вот это не просто рок, а это поп-рок или альтернативный, или какой-то другой. Я вдруг подумал о том, что порой сложно того или иного исполнителя, да, куда-то вот в какой-то ящичек поставить и ярлычок там написать. Здесь не бывает проблем. Или как минимум нужны там, я не знаю, профессиональные эксперты у вас там, да, люди... — У нас коллектив очень творческий, и во многих направлениях музыки, я считаю, достаточно профессиональный. И определить конкретно вот в молодежном направлении смогут точно там до сотых условно. Вот к чему это относится. В взрослых направлениях, наверное, такого детализации такой большой нет, потому что если это шансон, то это ясно, что это шансон. Вот, собственно, если это эстрада, то... — Не всем, не всем, Миша, это ясно, я не хочу сказать, что это шансон. Хорошо, смотри, мы сейчас прервемся, у нас есть рубрика «Вне времени», послушаем ее с удовольствием, а потом хотелось бы вот о персоналиях поговорить. Итак, друзья мои, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам. В гостях сегодня Михаил Минин, основатель и руководитель проекта «По номиналу.ру», и мы обсуждаем рынок билетных операторов России. Напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм», «Звоните, пишите, спрашивайте». Миш, вспомнил я, мы коснулись темы спекулянтов. Вспомнил я, представился эту картину, вот, у известного театра Улинкова. В свое время, я сейчас расскажу просто, да, предысторию. В свое время, в советские времена еще, точнее, да, была такая замечательная команда, ее даже мафия, билетная мафия, ее, в общем, такой, ну, по слухам, по крайней мере, да, все, она держала в своих руках любые, как минимум московские-то точно, да, театральные и концертные площадки. А сейчас, когда, в принципе, вся активность-то ушла, ну, я имею в виду, с точки зрения продажи, да, билетов в интернет, вот сейчас, в принципе, спекулянты, это уже, наверное, такой раритет на этом рынке. Нет, почему? У них у всех есть сайты. У половины даже совершенно очень странно выглядящих людей, которые стоят около Линкома и торгуют билетами, у них есть сайты. Серьезно? Да. А кто же тогда и услугами-то их пользуется, если у меня, ну, в моменте у меня есть возможность, да, зайти купить гораздо дешевле билет, либо воспользуюсь услугой спекулянта, и это мне будет в копеечку. Ну, здесь есть несколько историй. Если говорить про билеты, которые есть в наличии, то, ну, спекулянтов покупают там секретарии, допустим, еще кто-то, но люди, которые не тратят, тратят не свои деньги, и, ну, им нужно быстрее найти и быстрее решить этот вопрос. Но подавляющее большинство продаж спекулянтов – это те билеты, которых нету в открытой продаже. Этот рынок пока есть. Мы его, в том числе, своими усилиями там и наши коллеги сокращаем. Вот, но во всем мире спекуляция существует. То есть здесь мотивация, да, или не мотивация, точнее, да, а причина существования спекулянта, несмотря на то, что вот уже высочайшие технологии, да, это просто отсутствие билета. Правильно я понимаю? Да, но нужно, можно посмотреть глубже, почему билет отсутствует. К примеру, билет «Большой театр» на, там, плохие места стоит 100 рублей. Но очевидно, что рыночная цена этого билета не 100 рублей. Его готовы покупать и за 5 тысяч. Если «Большой театр» сделает цену 5 тысяч... Плохие ты имеешь в виду за колонны, да, или пятый ярус? Да. Следственно, если их сделать в цене, по которой продают спекулянты, эти билеты будут продаваться большим театром, а не спекулянтом. Ну и так про любой театр и про любое мероприятие. Если организатор не ошибается с ценой, а это большой риск сделать цену большую. Да-да, потому что не купят, да, и никто не поможет уже и так далее. Да, то есть спекулянты здесь как санитары леса. Но это благородно. Санитары леса, спекулянты санитары леса. Хорошо, давайте вернемся непосредственно к вашему бизнесу. Михаил, расскажите о людях, которые вокруг вас. Вот они высокие профессионалы, мало того, да, что они профессионалы своего дела, еще оказывается они глубоко погружены в материал, потому что могут жанровую классификацию как минимум музыкальных каких-то вещей. Кто эти люди? Ну, команда в целом, люди, часть команды, это люди, которые выросли, когда мы были маленькие, выросли там из колл-центра, допустим. Вот часть команды мы в процессе там узнакомились с кем-то, приглашали к себе. Ну, люди на данный момент все абсолютно очень хорошо разбираются в своей теме. Два, там, два с половиной года работы на этом рынке, ну, это уже означает, что человек может ответить на любой вопрос в этот рынок. — А вообще большая команда? — Ну, порядка 30 человек. — Серьезно. Текучка? Текучка кадров? — Ну, текучки кадров практически нету на позициях менеджерских. Текучка кадров есть там в курьерской истории, в колл-центре, безусловно, но без этого никак. — Ну, а если говорить, вот, я не знаю, там, более широко посмотреть на российскую действительность, на ваш взгляд, есть проблемы, связанные с профессиональностью кадров? Ну, то есть специалиста на какую-то позицию сложно найти, да? Значит, соответственно, я беру его полуфабрикатом, довожу до ума, выращиваю, трачу на него деньги, а он через какое-то время собака взял и ушел к моему конкуренту, потому что ему там пообещали больше. Ну, такая вот история из жизни, я бы так сказал. — Ну, здесь варианты какие? Не обучать этого человека. Собственно, вариант, который мы используем, это создавать все возможности, чтобы человеку было приятно у нас работать. То есть там, ну, есть масса там мотиваций, помимо денежных мотиваций, мы их используем. — А какие помимо денежных есть мотивации? — Ну, мотивации там расти вместе с компанией, в том плане, что компания там сначала единица, а сделать из нее там двойку условно, там догнать кого-то на рынке. Там мотивация чисто, чтобы было приятно находиться в офисе, приятно было работать. Мотивация, ну, там масса мотиваций, там расти не только вертикально, допустим, и горизонтально тоже расти. То есть какие-то параллельные вещи изучать. — А вот, кстати, вот эти вот, этот список мотиваций, да, вы сами его составляете, или у вас есть тоже специально обученный человек, психолог какой-нибудь, который разбирается? — Ну, психолога нет, безусловно, HR есть, но психолога, конечно, нет. Вот, но я считаю, что у нас все люди глубоко адекватные, и психологов, в принципе, не требуется. — Ну, психолог хорош, это не психоаналитик, да, к которому нужно обращаться, когда какие-то проблемы возникли. Так, хорошо. Всегда очень важно, очень интересно, давайте так, всегда очень интересно сравнить тот или иной рынок, который мы обсуждаем в студии с его аналогами, насколько он похож вообще, да, то, что делается за рубежом. Потому что, тем более, если мы говорим о рынках высокотехнологичных, связанных с интернетом, там, с прочими вещами, то, как правило, все эти вещи оттуда как раз к нам были и занесены. Мы во многих странах, может быть, даже и опережаем своих, да, соседей, так сказать. Ну, вот в данном случае, как можно, можно ли сравнивать с американским, с европейским? — С американским сложно, можно сравнивать с европейским. На американском рынке, по сути, есть там один большой игрок, и есть огромный рынок игроков-спекулянтов. Более того, они, в отличие от российского рынка, проводят, к примеру, ежегодно в Лас-Вегасе большую конференцию спекулянтов. И они не считаются, условно, их никто, ну, если в России это как-то спекулянт, это неприятно, то там это обычный бизнесмен. — Неприлично, я бы даже сказал, да? — Спекулянт — это неприлично. — А вот, соответственно, рынок зарубежный, он, скорее, более сформированный. Там, игроку, тому же, тикет-мастеру, там, больше 50 лет. — Ага. — Тому самому единственному, да? — В России есть, там, в Москве, ну, в каждом городе российском есть, там, городские кассы, которые тоже, им достаточно много лет всем, но они, ну, с интернетом не всегда в водах. — То есть это такая постсоветская какая-то еще история, да, которая не особенно развивается? — Ну, она сейчас в той стадии, когда она как раз растет, развивается и смотрит на Запад. То есть мы активно смотрим, что там происходит. К примеру, на том же, ну, в европейских игроках и у тикет-мастера такие наценки, которые, ну, в России просто, ну, как раз-таки неприлично платят. — Серьезно? — Да. — Вот, то есть тикет-мастер... — А почему это так? — Ну, видимо, американцы понимают, что за сервис надо платить. — Ага. — Возможно, в этом. — Ну, надо отдельно еще... — Подожди, а это ты говоришь о том, что это тенденция? То есть какое-то время назад, можно было утверждать, что таких наценок не было. А сейчас прошло время, и американцы поняли, что надо платить за... и будьте любезны. Нет ли это? — Я не могу сказать, как было там 50 лет, но в перспективе там 5 лет наценки эти были всегда. Более того, тикет-мастер недавно запретил... Не то, что запретил, если раньше своим партнерам тикет-мастер давал скидку внутри билетов тем, кто... Как у нас там вот сайты афишные и так далее, досуговые. Сейчас они отказались в этом году давать, потому что добавляй 10% — зарабатывай. Ну, это же там не 10, добавляй свои проценты — зарабатывай. — Ну да, сколько сможешь. — А по сути для России это бы сомневалось бы как спекуляция. Это так. — Да, любопытно. Там можно говорить о том, что вот этот американский, как его, тикет-мастер... — Тикет-мастер. — Ну, он манипулист, получается. — Там есть игроки, которые активно отъедают нишу, и мы смотрим на них. И тоже работаем над воспроизведением тех функций, которые у них есть, за счет чего они отъедают у большого игрока. — А можно об этом поговорить? И еще, знаешь, вопрос сразу. Вот вы смотрите на него, ну, с точки зрения перенять опыт, да? А может быть, посмотреть с точки зрения того, что выйти и нам на американский рынок, да самостоятельно отъесть все, что можно там, помимо этого кикет-мастера. — Технологически в любой момент. И многие вещи у нас гораздо лучше построены. У нас там есть интеграция с рекламной сетью Гугла, к примеру. И, по сути, только вот этим функционалом можно уже привлечь там местных небольших организаторов. Другой вопрос — юридический. Здесь для того, чтобы работать на американском рынке, нужно быть физически на американском рынке. Может быть, в какой-то перспективе нас это заинтересует. Сейчас мы смотрим там скорее на Украину. — Нет, ну смотри, физически что это значит? Надо какую-то компанию зарегистрировать, пусть она будет, да, резидентом, ну, там, офис какой-нибудь открыть. — И главные — сотрудники, которые имеют право работать в Штатах. А это уже серьезный вопрос. Это вопрос языковой отсюда контролировать, и вопрос временной. Грубо говоря, у нас сейчас есть представительство в Новосибирске, и это создает определенные проблемы. — Уже проблемы, да. — Точнее, Новосибирск вряд ли создает проблемы. Мы работали в Владивостоке. Вот это уже серьезные нюансы. Потому что там начинаются мероприятия, а у нас люди спят, которые, ну, которые могут помочь в случае чего. — А идея представительства открыть в Владивостоке, какая идея не пришла? — Она достаточно затратная. И, ну, то есть для нас на данный момент, мы технологическая компания, у нас есть электронные билеты. Нам физическое присутствие человека, оно идеально, но не необходимо. — Необходимо, конечно. Не, ну и потом, все-таки, если мы говорим о том, что весь бизнес, да, в интернете, по сути, зачем, да, нам в физическом смысле какие-то плодить эти самые... Ну и я подумал о том, что, может быть, и изначально, помнишь, да, как ты говорил, как рынок Российской Федерации, ну, с точки зрения цифр глобальных выглядит. — Больше половины в Москве, а больше половины по всей России. Может, и нет смысла здесь еще, да, неокученных полей-то предостаточно? — Нет, безусловно, в Москве есть, где там по номиналу сейчас не лидер, и мы над этим работаем, но регионы для нас тоже очень важный рынок. Грубо говоря, артист, есть тенденция, что артист едет, зарубежный артист едет там в самые отдаленные уголки. Российских артистов полно, которые делают туры. Мы на регионы активно смотрим, работаем. Мы были в этом году в 30 регионах. — А, кстати, можно предположить, или может, есть ответ, зачем иностранный артист по-регионам стал? — Ну, вопрос в том, что, во-первых, логистика. Здесь, скорее, не столько артистов, сколько хочет это, сколько промоутер. Это чем ему на один концерт в Москву привезти, он может... Здесь даже Москва — это отдельная история. Есть, к примеру, тур Краснодар. Вот человек промоутер везет артиста в Краснодар. Но смысл ему... И до этого артист был в Киеве. Соответственно, он может проехать Киев, Донецк, Ростов, Краснодар, Ставрополь и уехать там на Волгу и с Волги в Москву и в Питер. Логистика просто очень удобная. Точнее, в России логистика, в принципе, это большая проблема. Но сейчас люди смотрят на то, что все-таки можно работать с такой логистикой и делать концерты в разных регионах. — То есть, другими словами, если бы у него, точнее, был концерт в Краснодаре, а потом ему ехать надо в Москву, то есть он в холостую бы вот это затратил. А он по дороге еще и здесь выступил, и здесь и выступил. — Безусловно, артист, который везет с собой фуры и инвентаря, ему сложно так сделать. Но артисты обычные, которые оборудование для которых... — На местном оборудовании, да, которые работают? — Они могут так. — Конечно. Ну и в большинстве, наверное, это наши все же, да? Преимущественно наши. — Ну и зарубежные очень активно начинают ехать. А наши-то вообще в любую деревню. — У нас все с собой минусы, фонограммы, новости. — Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему рынка билетных операторов России. В гостях у меня Михаил Минин, основатель и руководитель проекта по номиналу.ру. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Миш, еще, если можно поподробнее, в общем, о Штатах мы поговорили, в Европе какие тенденции? — В Европе также спокойно продается с какими-то сервисными сборами. Также есть рынок спекулятивный. В Европе с этим борются чуть больше. Скорее даже в Англии с этим борются. В остальной Европе континентально тоже есть к этому предпосылки. В остальном рынок отличается только тем, что здесь гораздо больше игроков. Но, опять-таки, это Европа, это огромное количество стран, Штаты — это одна страна. Хотя при этом в Штатах тоже... — То есть здесь мы говорим опять о юридических моментах каких-то, да? Потому что Штаты-то географически примерно... — Скорее о географических моментах. То, что во Франции есть свой игрок, в Испании есть свой игрок. Но при этом есть консолидаторы, которые в Восточную Европу пытаются консолидировать. В Восточной Европе там есть Ticket Pro, есть Aventim, у которых в каждой стране есть разные бренды. Как-то так. Я понял. Давайте еще один звонок у нас есть. Пообщаемся. Юрий, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. — Добрый день. Как раз в эти выходные я был вашим клиентом. Покупал на пятницу у дочери на концерт. Правда, там была 10% накидка. Вот. И мы замечательно сходили на Сурганово в субботу большой толпой. Да. Мне понравилось все. В вашем офисе я у вас был первый раз. Я другими альтернативными продавцами, вашими коллегами регулярно пользовался. Вот. На Таганке. Ну, единственное, что там какой-то шум в офисе был. Там женщина какая-то, ваша сотрудница, там с мужем узналась по телефону. Это, конечно, не очень хорошо было. — Ну, Юра, Юра, ну... — Не, ну, это всякое бывает. — Уже понимаю, конечно же. — Да, да. Я хотел спросить. Вот у меня был опыт две недели назад. Как раз в Германии был на концерте. Вот. И хотел бы сказать, что вот в плане продажи билетов у вас прям практически как у них. Все то же самое. Есть электронный билет. Этот мне очень понравилось. Быстро получаешь, быстро входишь, быстро выходишь. Вот. Поэтому хотел бы выразить большое спасибо. — Супер. Спасибо, Юрий. А на какой площадке мероприятие было? — Где? Здесь у нас? — Здесь или в Германии? — Здесь. — Значит, арена Москва Сурганова. И у меня дочь ходила в МУМ в пятницу. Это... — Ну, я понял. — А за Никеза 11, то, что там раньше был этот... — В главклабе? — Да-да-да-да. Который третий раз перестраивался, да. — На обе эти площадки есть электронные билеты. В кассу можно было не ходить, на самом деле. — Ну, да. У меня какой вот был, знаете, вот замечание. Значит, смотрите. Дочь покупала себе билет, я ей, значит, оплатил по карточке, но она указала фамилию, имя свое, которое попадает с моей. Я приехал со своим паспортом, а кассир сказал, либо, значит, доверенность от дочери, что она мне доверяет. Понимаете? Ситуация какая, что если бы в заявке было вписано мое имя, я бы получил. Так как было вписано имя дочери, то вот, как бы, доверенности у меня нет. Единственное, ну, конечно, там нашлась смс, я там ответил на вопрос, там, код, там, и прочее-прочее. Я, конечно, билет получил, но как-то вот нюанс такой, что по штампу в паспорте, что моя дочь, и, как бы, несовершеннолетний не может моей карточкой без моего ведома пользоваться, но как-то вот... Я, конечно, понимаю, что это строгое соблюдение закона, как бы, но как-то вот... Но это ради вашей же, там, по сути, и безопасности. Да, да, я согласен, но вряд ли бы дочь, там, тихаря от меня пользовалась бы моей карточкой. Так важно же, что вы могли вообще, в принципе, в кассу не пойти. Вы, хорошо, что вы оплатили карточкой, но вы могли оплатить карточкой и выбрать получение электронного билета прямо на почту. Ну, я как-то вот мимо ехал, там, на Таганке, я свернул-то, по-моему, марсиске, там, буквально, там, пол-300 метров в сторону, там, раз, и получил. Супер. Здорово. Юра, сыграетесь на новогодние торжества, на елке? Ну, у меня ребенок уже, как бы, большой, раньше я, конечно, ходил, да, поэтому я как-то вот... Спасибо, но пользоваться буду на... Кстати, вот, письма получаю, да, альтернативный урок надо тоже подписаться, получать, посмотреть, вот. Будем пользоваться. Олег, а вас что-то я сегодня в чеки ведь что-то как-то не застал, не видел. Не, был, был я здесь, был. Да, нас еще не выложили, извиняюсь. Выходил, выходил. Спасибо, Юра. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну вот, приятно, приятно. Ну, и, кстати, я не хотел бы употреблять это слово, но вот недостатки, да, ну, неправильно, да, вот эти вот... Шероховатости. Шероховатости. Они, в принципе, это нормально или надо устранять обязательно, или это просто обычная жизнь? На самом деле, конкретно с этим надо подумать. Здесь все-таки очень... вопрос очень серьезный по поводу того, кто получает билет. Если бы Юрий выбрал получение тона билета, проблем бы вообще никакой не было. Шероховатости нужно устранять. Другое дело, если это одна шероховатость из всего количества, ну, наверное, с ней можно смириться, там, с клиентом как-то договориться. Вот, если их сто, то, безусловно, мы что-то делаем. Хорошо. Значит, осталось немножко времени. Давайте, ну, если не помечтаем, то, по крайней мере, представим, как будет развиваться, да, этот рынок в ближайшем будущем. Остались ли, да, те самые возможности, о которых мы говорили многократно? Эффект низкой базы, что называется, да, Россия. Огромное вот это вот бизнес-пространство проходит за сжатое время, да. Да, потому что, ну, даже вот, вспоминая американский, да, там уже 50 лет, а здесь только пару-тройку, да, активно этот бизнес развивается. Какие перспективы, Вик Миша? Сейчас конкретно у пономинала порядка 30% это электронные билеты, по рынку цифра меньше. Наша задача на следующий год увеличивать долю электронных билетов, сокращать косты как раз-таки на физические билеты, раздавать наше оборудование. Сейчас 250 московских площадок принимают наши электронные билеты из порядка 300. Покрыть еще эти 50 площадок, сделать так, чтобы электронные билеты продавались на какие-то огромные мероприятия, там, условно, на Красной площади проходящие. Ну, это ведь не только от вас зависит, я понимаю. Огромные мероприятия, электронный билет, да. Но инициировать должны мы, и продвигать это должны мы. Больший контакт с человеком, большее угадывание потребностей клиента, предоставление дополнительных услуг. Как кто? Тоже такси, те же, там, подарки какие-то, ну, в театр очень часто, там, на свидание, условно, приглашают. Да, да. Соответственно, можно параллельно... Коробочку Рафаэла. Да, да, самое простое. Ну, соответственно, такси, цветы, мерчендайзинга, много возможностей. Собственно, это и к вопросу, как можно продавать по номиналу, можно делать дополнительные услуги. Ну, и повышение технологичности, в первую очередь, я думаю. А вот вопрос тоже такой непростой, да, повышение технологичности, куда уже технологичнее это? Не, ну, к примеру, мы, наша система, которая сканирует билеты на площадках, на тех, кто установлено, условно пропускает, там, ну, я сейчас могу ошибиться цифры, там, условно, 60 человек в 10 минут. Сделать так, чтобы она пропускала 120-10 минут. То есть масса... А это исключительно от технологий зависит? Ну, это от оптимизации технологий зависит. Ну, и в том числе от площадки, там, как у нее рамки барьеры расположены, не только от нас это зависит, безусловно. Улучшение интерфейса. Сейчас у нас билеты можно купить, там, за 3 клика. Точнее, сейчас можно купить за 7, сделать за 3 клика. Вот, при том, что на всем рынке можно купить, там, минимум, там, за 10 кликов. Ну, вот, то есть идти, идти, чтобы быстрее можно покупать. Чтобы можно было купить, отправив смс-ку. И получить, там, штрих-код, QR-код или на почту. Масса того, чего мы хотим сделать в этом году. Плюс мы отсняли в этом году порядка 50 театральных залов и концертных и сделали фотопанорамы. То есть в народе это называется 3D-панорама, реально это фотопанорамы. Мы сейчас это активно укладываем на сайт, тестируем. Чтобы можно посмотреть, где будет, да? И заказать прямо, не просто посмотреть, а прямо заказать. То есть если сейчас это какая-то табличная схема... А, то есть я зашел, кликнул, условно говоря, на стульчик, да, и заказал автоматически именно это место. Да, вывести это в iPad, это будет вообще некий прорыв, и за рубежом всего такого нет. На красивом большом экране двигать... То есть фотопанорама, можно двигаться на 1060 градусов вокруг себя. Вот, ходить по этому залу. Это одно из направлений. У нас много идей, те, которые я еще не могу озвучить, которые тоже людям, особенно фанатам, там понравятся. Масса технологий, которые можно развивать. Я понял. Здорово, здорово. Кстати, вот идея сотрудничества, да, с яблочными всякими штуками, да, она такая актуальна для многих, я думаю. У нас есть приложение. Уже есть приложение, да? Да, и там взаимодействие очень хорошее, там больше, если в интернете это там, можно перестать по пальцам количество просмотров, то в нашем приложении, что под iOS, что под Android, человек просматривает там 20 экранов. То есть он ходит, активно смотрит, выбирает. То есть если в интернете он приходит конкретно что-то купить, то приложение служит для него какой-то рекламной афишей скорее. То есть он раз в неделю открывает, смотрит, что нового. Ага, да, здорово. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, осталось минуточкой, пару слов, может быть, слушателям, да, как нужно правильно покупать билеты. Скажу так, нужно, чтобы отличить спекулянта от официального билетного агента, нужно смотреть, чтобы сайт был реально красиво, удобно сверстан, чтобы там был реально выбор билетов. Если на сайте оставляется заявка, то это всего скорее сайт спекулянта. Соответственно, если билет можно конкретно выбрать, то это всего скорее официальный сайт. Если на сайте есть адрес конторы, это с огромной долей вероятности официальный сайт. Если есть несколько, это точно официальный сайт. Далее смотрите там, где можно купить, соответственно, дешевле без наценки и где есть электронные билеты. Потому что если вы покупаете электронный билет, то идти в кассу не нужно. И электронный билет всегда продается с меньшим сервисным сбором, а может быть и без него. То есть чем удобнее в конечном итоге, тем правильнее. Да, можно потратить лишние 10 минут, не покупать в первом попавшемся месте. Спасибо. Михаил Минин, основатель, руководитель проекта по номиналу.ру. Сегодня в бизнес-классе. Мы обсуждали рынок билетных операторов России. Спасибо, Михаил. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе.